Показать всему миру пример дружбы и добрососедства. В Волгограде прошел первый молодежный фестиваль национальных культур, объединивший талантливых студентов из самых разных стран, которые учатся в вузах города-героя. Особыми гостями фестиваля стали участники делегации Крыма, приехавшие к нам с памятной миссией. Обо всем по порядку Светлана Олегбарова. Первый молодежный, расцвеченный самыми разными красками. Фестиваль уже, что называется, с порога погружает его гостей и участников в переполненную национальным колоритом атмосферу. В фойе музыкального театра посетители встречали предметы быта и сувениры из Сирии, Йемена, Китая и других стран, экспонаты выставки народного прикладного творчества. Волгоград – город дружбы. Этот девиз лучше всего выражает основной идеей фестиваля, а его главным содержанием стало творческое соревнование между студентами и представителями самых разных народов и национальностей, для которых город-герой стал настоящим гостеприимным и теплым домом. Вообще, я считаю, лучше, чем через соревновательную какую-то историю, культурную, художественную, туристическую, музыкальную, спортивную и масса еще других, которых я не назвал, наверное, лучше нельзя добиться взаимопонимания, дружбы между молодежью, прежде всего, среди молодежи разных национальностей. 22 коллектива из волгоградских вузов представили на суд зрителей свои яркие вокальные и хореографические номера. Африканские зажигательные ритмы сменялись еврейскими. Танец живота русским хороводом. С идеей проведения фестиваля выступила Волгоградская общественная организация «Дом дружбы». И молодежь с удовольствием воплотила эту идею в жизнь. Это большая часть, что я сегодня выйду и вспомню песни, которые я уже вспомнил. Это очень-очень интересные вещи, что люди из разных стран сюда приехали и вступали. Это очень хорошие вещи. Особыми гостями фестиваля стали крымчане, представители общественной организации самообороны «Севастополь без фашизма». Ее руководитель вручил вдове и старшему сыну нашего земляка Руслана Казакова, погибшего на полуострове год назад от пули снайпера, награду – памятную медаль за освобождение Крыма и Севастополя. Руслан Симферополь создавал из провокации. Ранили парня. Он побежал, закрыл с собой. Как говорится, взял огонь на себя. Роль его колоссальная. Это первые жертвы, с которых все началось. И благодаря тому, что приехали такие, как Руслан, казаки, просто ребята там, бывшие отставники, военнослужащие, благодаря таким людям Крым быстро помогли, очень реально. Ведь события тогда стремительно развивались. Крымская делегация передала от руководства Севастополя, Волгограду и организации «Дом дружбы» благодарственные письма за оказанную в дни русско-вестной помощь. Год назад в числе первых жители города Героя отправили на полуостров несколько камазов гуманитарного груза для крымчан. Светлана Олегбарова, телекомпания Ахтуба.